Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Муджязя по Корану Умна Малик. Прошу вас поддержать видео своими лайками, комментариями. Делитесь, советуйте другим, спрашивайте. Иншаллах буду отвечать на ваши комментарии и вопросы. У нас сегодня очередной урок. И тема нашего урока – это солнечные и лунные буквы. Мы будем с вами рассматривать, какое хоком чтение лям из артикля. Соответственно, солнечными или лунными буквами. Правило у нас таково, что если после лям из артикля, артикль у нас хамзат-ли-осер и лям, то есть аль еще называть его, если после этого лям у нас приходит одна из следующих букв. Это буква бэ, джин, хэ, хо, хэ, айн, хоин, фэ, ов, кэф, мим, хэмзэ, я или уэл, то эта лям читается, как обычная буква с суккуном, и следующая за ней буква также читается согласовкой. То есть, в принципе, никаких особенностей дополнительных не наблюдается. И вы сможете увидеть подсказку, по которой вы можете потренировать свое произношение буквы лям в разных вариациях. И в дальнейшем также выйдет урок по тренировке удвоенных букв, и это будет также полезно в этой теме. Итак, еще раз повторяю, если после лям артикля приходят эти буквы, то мы читаем лям как и положено, например, аль, то есть мы ее произносим, и затем читаем одну из этих букв, например, аль, бэ или аль, хэ и так далее. То есть все это произносится. Про хамзатальосль мы уже говорили с вами много раз в предыдущих уроках. Вспоминаем, что хамзатальосль у нас читается только при начинании, и в случае, если мы говорим про артикль, при начинании она будет произноситься как а, то есть сфатай. В тех случаях, когда лям читается полностью, мы говорим, что это лунные буквы. Почему лунные? Потому что слово аль-амар, луна, начинается как раз на букву а, в которую мы видим в этом списке. И так, как арабы любят разные ассоциации, чтобы запоминать правила или слова, то они выбрали вот солнце и луну. луна на букву аф, поэтому аль-амар, и солнце будет на букву щин, которую мы будем видеть в следующем списке букв солнечных. И перейдем к правилу солнечных букв. Здесь уже есть определенные изменения. Какие именно? Что если после этой лям из артикля приходят следующие буквы, то есть все, кроме тех, которые были названы. Ну, назову их. Это даль, даль, фэ, сад, бад, о, нун, тэ, лям, син, щин, ло, зэй и ра. То есть если приходит одна из этих букв после лям артикля, то лям артикля у нас не читается, а последующая буква удваивается. И это у нас также встречалось. Вспомните, когда я вам говорила, ой, сукун невидимка, на для, и мы следующую букву увидели удвоено. Удвоено, значит, это вот как раз из солнечных букв. Это буква удвоено. А когда у нас был сукун хуали, хафиф, да, в виде маленькой головки от буквы ха, или буква ха, да, то есть без точки, то в этом случае это был пример на лунную букву. И далее мы рассмотрим те примеры, которые встречаются непосредственно в суре аль-задиха. Итак, первое у нас ля-ф-дуль-джа-ля-ля. Я вам уже говорила, да, в первом аяте, что в случае начинания мы здесь гам-стросль произносим а. И затем лям, вы видите, на лям нету ничего, пусто. То есть мы, по сути, ее не читаем, но после нее лям удваивается. А, и сразу сюда переходим, да. Одну не читаем лям, одну удваиваем. Итак, Аллах, да, Аллах. В этом случае вспоминайте, что в случае начинания мы читаем гамзу с фатхой, и лям будет в этом случае твердой. Про что также вы можете узнать в уроке, который, подсказку, на которой вы видели. Значит, это солнечная буква, да, лям солнечная буква, и она в списке солнечных была у нас. Далее идем. Арухман. Арухман. Мы видим опять, что первая буква здесь, на лям у нас пусто, суккун невидимка, и, соответственно, лям у нас не читается, но мы удваиваем и читаем следующую букву Ра. То есть у нас получается такая ассимиляция. Лям дала свое место в звучании следующей буквой. Вышло место лям, читаем одну вот букву. Здесь одна была, значит, вот такой и драм происходит. Арухман. Значит, это тоже солнечная буква. Мы видим здесь подсказка, это удвоение над вот этой буквой, которая после лям. Далее. Арухим. Ну, здесь также Ра, поэтому это такой же хоком, как и у предыдущего примера, да. Лям не читается, Ра удваивается, потому что это солнечная буква. Далее идем. Аль-Хамду. Да, мы это слово на прошлом уроке с вами разбирали, и здесь мы видим на драм уже сукун, да, уже видимый сукун, это сукун Хали, то есть который говорит о том, что лям мы читаем четко, ясно, согласно ее махрадью, сифатам. Следующая буква у нас уже не имеет удвоения, да. Аль-Ха. То есть Ха уже, мы видим, это у нас лунная буква, лунная. Аль-Хамду. Аль-Хамду. То есть у нас Ил-Хар, четкое, ясное чтение, буква лям и следующие буквы. Следующий пример. Аль-Аля-Мин. Да, если мы посмотрим, это слово у нас уже встречаться будет, ну, в этом же втором аяте, на котором мы сейчас, разбор которого мы сейчас еще проходим с вами. И здесь также это лунная буква. Да, мы видим Хамз-Даль-Осен, потом Ля, которая имеет сукун и четко читается, и потом Айн, которая читается без удвоения. Аль-Аля. Аль-Аля-Мин. Итак, это примерно лунную букву. Следующее слово, это у нас АДИН. Мы видим на ДЛЯН, пусто, ничего нету, там сукун невидимка, и следующая буква удваивается, и после нее, или под НЕ, вернее, мы видим КАС-РУ-ДИ, да? АДИН. Внимательно здесь оглашать не надо, про это еще будем говорить. АДИН, да? То есть мы не говорим АЛЬ-ДИН, АДИН. АДИН. Лям дала свое место в букве ДАЛЬ. Следующий пример. АС-СЫ-РА-ТО. Здесь мы видим удвоенное САД. Лям не имеет никакой гласовки, потому что там сукун невидимка, и мы ее не читаем. АС-СЫ, да? То есть сразу удвоеном САД. АС-СЫ-РА-ТО. АС-СЫ-РА-ТО. Это у нас солнечная буква. И идем далее. У нас АЛЬ-МУСТАКИМ. АЛЬ-МУСТАКИМ. Значит, здесь мы видим уже сукун над буквой ЛЯ. МИМ после нее без удвоения. Все читаются четко и ясно. Это пример на лунную букву. Далее. АЛЬ-МАЛУБ. Здесь мы видим уже пример на лунную букву. АЛЬ-МА. АЛЬ-МАЛУБ. ЛЯМ имеет сукун. МИМ читается четко и ясно, как и ЛЯМ четко и ясно. АЛЬ-МАЛУБ. И так, это пример на лунную букву. И последнее слово в суре АЛЬ-ФАТИХА, в котором также есть пример к этому правилу. В этом примере ЛЯМ встречается с харфом АБАД. Харф АБАД. Про него еще будем дальше говорить. Более подробно. Сейчас обращаем внимание именно на ЛЯМ. АЛЯМ здесь не произносится. Мы просто читаем удвоенную харф АБАД после ЛЯМ. Здесь еще другие правила есть, про которые будем говорить еще. АЛЬ-МАЛЬ-МА. На самом деле примеров на солнечные и лунные буквы в Коране очень много. Вы можете самостоятельно посмотреть ещё и найти много-много других примеров, которые есть в других сурах, которые наверняка вы увидите очень легко и найдёте. Но внимательно, так как мы разбираем пока примеры слова Сурри Аль-Фатиха, поэтому обращаю ваше внимание непосредственно на те слова, которые я вам сегодня назвала. Попрошу поддержать проект своими подписками, лайками, распространением, комментариями, вопросами. И, иншаллах, встретимся с вами на следующем уроке. С вами была Умм Малик. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.